Если говорить о жирах, история с ними была довольно простой. Насыщенные жиры – это плохие ребята, а полиненасыщенные жиры – хорошие. Однако надо заметить, что со временем эта история стала чуть более сложной и запутанной. Теперь все больше разговоров идет о том, чтобы достичь правильного баланса употребления жиров, особенно двух видов полиненасыщенных жиров – омега-3 и омега-6. Термины омега-3 и омега-6 относятся к химической структуре жирных кислот, и существует далеко не один, а несколько видов омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые мы едим. И это ни в коем случае не означает, что какая-либо из данных групп жирных кислот является плохой. В сущности, в рамках каждой группы имеются незаменимые жирные кислоты, которые нам необходимо употреблять по причине того, что наш организм не способен их вырабатывать. В небольших количествах и в правильных пропорциях незаменимые жирные кислоты стимулируют рост, деятельность мозга и способствуют повышению остроты зрения. Проблема в том, что баланс в нашем рационе питания нарушен, и большинство продуктов перенасыщены полиненасыщенными жирными кислотами омега-6, в то время как омега-3 мы получаем в очень малых количествах. И это неминуемо сказывается на нашем самочувствии. Но так было не всегда. Рацион питания наших древних предков являлся полностью сбалансированным в отношении потребления жирных кислот, которые они получали из растительной пищи, овощей, фруктов, орехов и семян. За последние же 100 лет наши привычки питания и продовольственное снабжение претерпели настолько сильные изменения, что сегодня мы едим примерно в 15 раз больше омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, чем кислот омега-3. И это полностью нарушает баланс питания. Одной из наиболее весомых причин является огромное количество употребляемых масел, получаемых из зерновых, особенно из кукурузного масла. Наше общество попросту не знает, куда деваться от жирных кислот омега-6, которые содержатся всюду – в жареной пище, различной выпечке, чипсах, заправках и соусах для салатов и сладостях. И в то же время мы практически не употребляем достаточное количество омега-3 жирных кислот, особенно тех, что содержатся в рыбе, а также в овощах и орехах. Специальных рекомендаций по необходимому количеству потребления каждого из видов данных жиров нет. Однако очевидно, что работать над смещением сложившегося крена и достижением баланса в потреблении необходимо всем, как детям, так и взрослым. С детьми, безусловно, будет чуть сложнее, учитывая то, что овощи и рыба обычно не входят в список их любимых блюд. Простое сокращение обычного количества жиров, которые употребляет ваша семья, уже поможет сместить баланс, так как большинство продуктов, которые мы едим, являются первичными источниками жирных кислот омега-6. Старайтесь есть побольше рыбы, большинство детей будет не против тунца, который можно использовать в огромном количестве блюд, включая те, где бы вы использовали, например, курицу, таких как запеканка и макароны. Очевидно, что овощи и фрукты содержат правильный баланс жирных кислот, так что они должны стать неотъемлемой частью каждого приема пищи вашей семьи. Фрукты содержат жиры в основном в своих семенах, так что те виды, чьи семена съедобны, например, ягоды и киви, являются богатейшим источником этих полезных жиров. Включите орехи и семечки в список своих привычных перекусов. Они являются прекрасной заменой чипсов и крекеров, насыщенных менее полезными жирными кислотами омега-6.